Какие социальные выплаты для волгоградцев будут приостановлены, чтобы сэкономить бюджетные средства? Этот вопрос сегодня рассматривали депутаты городской думы. Из-за сложной экономической ситуации Волгограду уже с 1 января 2015 года придется на неопределенное время отменить выдачу молочной продукции детям до двух лет, выплаты ветеранам труда города-героя Волгограда и компенсации школьных проездных. Бюджет Волгограда на следующий год будет очень и очень сложным, не скрывали депутаты. Городская казна потеряет в доходах более чем 2 миллиарда рублей по сравнению с 2014-м. Потери в расходах почти 3 миллиарда. Чтобы улучшить ситуацию, депутаты уже урезали расходы на содержание чиновничьего аппарата на 170 миллионов. Но этого недостаточно. Придется пойти на непопулярные меры. С января будут приостановлены некоторые муниципальные социальные льготы, не являющиеся для муниципалитета обязанностью. В частности, речь идет о выплатах заслуженным гражданам и ветеранам труда города-героя Волгограда, обеспечение бесплатной молочной продукции детей до двух лет. Также временно отменяются компенсации за школьные проездные, но льготная цена на них сохранится. Экономия бюджетных средств коснулась в целом 8 мер социальной поддержки волгоградцев, но еще 24 остаются. Это награждение муниципальной награды ветеран труда, награждение почетным знаком материнская слава, родительская слава, предоставление денежных призовых выплат спортсменам-инвалидам, которые заняли призовые места на чемпионатах России, Европы и даже мира. Сохранены праздничные выплаты участникам Великой Отечественной войны ко 2 февраля и 9 мая, а также материальная помощь для волгоградцев, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий. Те виды соцподдержки, которые приостановлены, именно приостановлены, а не отменены, подчеркивают депутаты. Они намерены вернуться к этому вопросу, когда позволит финансовая ситуация. Временный замороз к льгот позволит сэкономить сейчас порядка 340 миллионов рублей. Дефицит бюджета Волгограда при этом около 1 миллиарда. Мы его планируем компенсировать за счет работы администрации с точки зрения работы над налогом над землей, налогом над доходом физических лиц. Это работа с предприятиями, с предпринимателями. Это работа непосредственно по увеличению объемов приватизации муниципального имущества, которое программа была сорвана в 2014 году. Предполагаемый общий объем доходов городского бюджета 15 миллиардов 300 миллионов рублей. При рассмотрении главного финансового документа у комитетов Гордумы появился ряд предложений. Конечно же, очень много рекомендаций. Рекомендации и о концепции транспортной системы Волгограда, о разработке концепции, и о разработке концепции эффективного использования муниципального имущества, и очень много других рекомендаций. Во время заседания депутаты поддержали бюджет Волгограда в первом чтении большинством голосов. На следующей неделе начнется его рассмотрение в комитетах ко второму чтению. Анжелика Антибина, Максим Евтиков, телекомпания Ахтуба.